Добрый день, Александр. Итак, обширная деловая программа в этом году, очень много соглашений, мне кажется, одно из ключевых это с Роскосмосом. Вообще, давно ли мы вот эту космическую отрасль развиваем, как-то наращиваем сотрудничество в этом направлении? Действительно, Александр, для нас очень важно соглашение, которое было подписано с Роскосмосом, потому что это возможности, которые открываются для развития нашего Демидовского университета, для развития Центра искусственного интеллекта и возможности вовлечения студентов, которые учатся в Демидовском университете, в технологии научно-исследовательские работы для космической отрасли. Безусловно, космическая отрасль является одной из знаковых для Ярославской области, потому что полет первой женщины в космос нас связал в истории России навсегда с космосом. И, безусловно, есть Ярославский радиозавод, который работает на развитие космических технологий. И вот теперь у нас открывается новая возможность, следующий шаг расширения этого сотрудничества и вовлечения молодежи нашего региона в развитие космических технологий. Еще в первый день работы форума на нашем стенде, на стенде Ярославской области, прошел круглый стол. Там принимали участие представители малого и среднего предпринимательства, также были представители крупных корпораций. О чем говорили и почему вообще собрались? Может быть, какие-то проблемы насущные было важно обсудить? Вы знаете, мы традиционно уже третий питерский международный экономический форум собираем у нас на стенде круглый стол с представителями, с руководителями, отвечающими за закупки у крупнейших корпораций. И, безусловно, мы очень рады, что у нас появляется возможность прямого диалога между бизнесом Ярославской области и руководителями, отвечающими за закупки у крупнейших корпораций. Таких как Интерау, Россети, Росатом, Русгидро и другие. Это возможность задать те вопросы и те проблемы, обозначить, с которыми сталкиваются наши предприниматели. В этом году у нас в этом круглом столе принимал участие руководитель завода «Промышленные силовые машины» Андрей Медведев, который от лица всего бизнеса Ярославской области, от лица субъектов малого и среднего предпринимательства, выделил несколько ключевых проблем, связанных с вопросами по закупкам, где какие ограничивающие факторы есть, что сдерживает развитие бизнеса и с чем столкнулись период коронавирусных ограничений, которые у нас были в 2020 году, и с которыми пришлось столкнуться бизнесом. Диалог получился достаточно интересным, достаточно насыщенным. Безусловно, есть много ограничений, в которых работают и сами корпорации, но они открыты к диалогу с малым и средним бизнесом и заинтересованы в том, чтобы у нас развивались малые инновационные предприятия. И, безусловно, те проблемы, которые были обозначены, это проблемы, на которыми они будут потом, в дальнейшем, думать и, возможно, предложат какие-то решения. Диалог получился интересным и дал возможность нашим предпринимателям уже в неформальной обстановке пообщаться, рассказать о своей компании и предложить свою продукцию, свои технологии, понять, в чем заинтересованы крупнейшие корпорации в России, для того, чтобы иметь возможность локализовать эту технологию у себя и расширить свой продуктовой портфель. Об инвестфондах, я думаю, важно поговорить. Как я понимаю, именно ближневосточные инвестфонды питают интерес к Ярославской области. Вы знаете, я не могу сказать, что в целом к Ярославской области. Я могу сказать, что в целом к России есть интерес. И такие компании, институты развития, как Дом РФ, сейчас активным образом работают, в том числе по привлечению зарубежных инвестиций в развитие комплексно-пенсионных проектов. И в этот раз на полях Питерского международного экономического форума, вместе с министром строительства ЖКХ Российской Федерации, вместе с руководителем Дом РФ, господином Мутко, мы смогли представить потенциал инвестиционных проектов Ярославской области. В первую очередь, это инвестиционные проекты, которые развивают туристическую отрасль. Инвестиционные проекты, которые ориентированы на развитие промышленности и комплексное развитие городских территорий. Три опции, которые были обозначены, и о которых был представлен расширенный доклад о возможностях, которые есть в Ярославской области. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы привлекать инвестиции в наш регион и иметь возможность повышать и качество жизни, и расширять те технологии, которые реализованы у нас в нашей экономике. Про международное сотрудничество еще хочется поговорить. Вот на стенде Ярославской области было подписано соглашение с Российско-Азербайджанским деловым советом. Для нас это важно? Может быть, какие-то уже точки соприкосновения были и до подписания соглашения? Несомненно, сотрудничество с Азербайджаном является для нас сейчас очень стратегическим. Мы видим в нем большой потенциал. И наши предприниматели, которые уже сделали первые шаги, имеют опыт поставок, экспортных поставок в Азербайджан, подтверждают то, что этот рынок обладает достаточно серьезным потенциалом для того, чтобы вкладываться и его развивать. Что еще интересно и что является определенным конкурентным преимуществом, я бы так сказала, для Ярославской области, это то, что Российско-Азербайджанский деловой совет возглавляет Алексей Евгеньевич Репик. Человек, который знает не понаслышке, что есть такое Ярославская область, ее инвестиционный потенциал, ее промышленный потенциал. Это двустороннее сотрудничество, которое мы развиваем между Азербайджаном и Ярославской областью. Торгово-экономическое сотрудничество тогда, когда бизнесмены находят точки взаимодействия по поставкам и в Азербайджан, и в Ярославскую область продуктов, как высокотехнологичных отраслей промышленности, так и продукции агропромышленного комплекса. Обсудили возможности развития и логистических проектов, и инфраструктурных проектов. Безусловно, мы уверены, что это сотрудничество будет иметь свои конкретные результаты. Сейчас будем ждать начала августа, когда состоится второй Каспийский международный форум. И на этом форуме будет возможность представить инвестиционный и промышленный потенциал Ярославской области представителям, в том числе, Азербайджана. С делегацией отправиться на форум? Мы уверены, так как этот форум будет проходить в Москве, что у нас будет возможность достаточно серьезно принять участие и обсудить возможности для сотрудничества. Галина Александровна, большое спасибо вам за беседу. Были очень рады видеть вас в качестве гостей открытой студии. Спасибо большое. Спасибо большое. И я напомню, гостей открытой студии была Галина Пинягина, директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области.